Денис Бояринов Прежде чем мы начнем, я несколько слов. Во-первых, в Москве 10 дней будет непрерывно происходить что-то интересное. Наш разговор только начинает эту серию событий, а будут еще мастер-классы, будут еще, безусловно, вечеринки, будут разные другие интересные штуки, связанные с образованием и с увеселениями. Безусловно, следите за программой в соцсетях, на сайте, вы знаете, где найти информацию. И более того, сегодняшнее мероприятие открывает и международную серию событий, потому что этот проект, который делает Boyle Room Ballantyne Stream Music Studios, он происходит еще в восьми странах, вернее, в семи странах. Наша восьмая. И Россия, так сказать, открывает эту международную программу. Кроме того, будут происходить программы в Испании, в Южной Африке, в Украине и далее, далее, далее. И в каждом, в каждой стране и в каждом городе программа посвящена тому, что этот проект Room Music Studios, он как бы вскрывает наиболее актуальную современную музыкальную культуру, происходящую в городе и в стране. И смотрит на нее в перспективе того, как она развивалась, как она дошла до сегодняшнего, нынешнего состояния и что было у нее в прошлом, безусловно, какие корни предшествовали тому, что мы имеем сейчас. И, собственно, ровно поэтому мы начинаем эту серию мероприятий разговором с артистом, которого вы все прекрасно знаете, я думаю. Но для международной аудитории нам стоит сказать, что Дельфин Андрей Лысиков — это человек, который стоял у истоков русского хип-хопа. Он был действительно одним из пионеров этого жанра в нашей стране, кроме того, с той же смелостью и с равными возможностями сказать, что он стоял у истоков альтернативного рока и занимается разными другими жанрами музыки, мигрировал в разные жанры. Он был, есть, остается подлинно независимым артистом, что очень интересно, который вот за три десятилетия, что насчитывает его карьера, побывал совершенно в разных точках и видел, как выглядела наша андеграундная независимая сцена в разные дни. И, собственно, вот мы про это сегодня и будем разговаривать, поэтому я прошу вас поприветствовать и хочу пригласить на эту сцену Дельфина. Добрый вечер. Андрей, спасибо, что пришел. Я знаю, ты не любишь ворошить прошлое, но нам немножко придется сегодня его поворошить, буквально чуть-чуть, для того, чтобы как раз восстановить контекст происходящего. Потому что очень многое за это время, за то, что ты делаешь музыку, произошло не только в нашей стране, но и в мире и так далее. И с музыкальной индустрией, ну, можно сказать, что когда ты ее начинал, ее просто не было. Сейчас она представляет собой нечто совершенно не отличающееся, а может быть в чем-то отличающееся от того, что происходит в других странах. И это тоже, кстати, будет пунктом нашего разговора. Ну, начнем, вообще, конечно, с какой-то самой, может быть, изначальной точки, еще до того, мне интересует твой музыкальный бэкграунд, еще до того, как ты начал заниматься музыкой. Вот давай перенесемся в 86-й год. Очень давно это было. В 86-й год, значит, еще Советский Союз, да, в Советском Союзе только началась перестройка, по сути. Главное событие 86-го года, ну, такое, которое потрясло не только нашу страну, но и весь мир, это Чернобыльская катастрофа, да. Но в Америке Рейган, в Великобритании Тэтчер, да, у нас здесь совершенно другая жизнь. Ты помнишь 86-й год? В 86-м году я перестал ходить в школу, и у меня появилось много времени, которое я начал посвящать исключительно себе. И появилось очень много новых увлечений, связанных как раз и с новой музыкой, и с новыми людьми, и вообще с новым взглядом на то, что вокруг меня происходило. В 86-м году на экраны кинотеатров Советского Союза вышел фильм «Курьер», в котором, так сказать, большая часть молодого населения Советского Союза вообще познакомилась с брейк-дансом. На тебя этот фильм произвел какое-то впечатление? Ты смотрел его в то время? Да, я смотрел его в то время, и я бы так сказал, что я не совсем даже улавливал суть происходящего в фильме. Мне была важна только как раз эта сцена с танцами, с новой музыкой, поскольку информации было крайне мало, и все, что мы могли узнать, мы узнавали как раз из кино, как и российского, так и зарубежного в основном. Поэтому то, как там двигались люди, то, как они это делали и во что были одеты, было очень важно для нас. Тогда мне было сколько? Лет 14-15. Можно ли сказать, что «Курьер» подтолкнул тебя тому, чтобы заняться брейк-дансом, потому что свой путь в музыку ты начал с брейк-данса, правильно я понимаю? Ну, я сказал, скорее всего, «Курьер» вышел гораздо позже, чем он уже был как утверждением того, что это уже случается у нас в стране, что это происходит. И, грубо говоря, этот фильм просто легализовал новое музыкальное направление, течение, новое увлечение молодых людей. Но до его выхода я уже был знаком с достаточно большим количеством исполнителей в стиле хип-хоп, только что рожденным. Я знал очень много разных танцевальных коллективов, типа «Нью-Йорк-сити брейкерс» или… Как же их еще звали? Ну, неважно. То есть я был в курсе происходящих событий в этом музыкальном течении. То есть ты уже был, можно сказать, вот тот человек, которого показывали в фильме, который танцевали. Ты уже танцевал в то время? Танцевал, но я только начинал делать эти попытки, и было крайне мало информации. Поэтому какие-то походы в ночные клубы, где иногда посреди обычной дискотеки делали 15-минутные паузы специально для танцоров брейк-дэнса, когда круг раздвигался, и люди поочередно выходили и показывали свое мастерство, которым они владели на тот момент. Это всегда, конечно, было очень завораживающе. И эти люди, понятно, они были старше меняем, там было уже лет по 18-20, и у них уже был достаточно большой танцевальный опыт. То есть они намного раньше с этим познакомились, и у них был, видимо, какой-то более надежный доступ к информации. В 1986 году уже были танцевальные клубы в Москве этой дискотеки? Да, был в Олимпийской деревне такой клуб, он официально назывался «Кафе у Фонтана», но все его звали «Молоко», и вот в этом клубе «Молоко» происходили первые такие вот брейк-дэнс-вечеринки. Хорошо, и давай поговорим еще о том, какую музыку в 1986 году ты слушал. Вот, например, в 1986 году вышел первый дебютный альбом группы Beastie Boys, который считается альбомом, который дал начало такому жанру, как рэп-кор. License to Ill, ты слушал его? Да, это одна из моих любимых записей по сей день. Класс. То есть ты человек, который прямо в 1986 году открыл для себя эту музыку, да? Да, это было тогда, это было крайне необычно, крайне очень ново, очень свежо и не совсем понятно, но почему-то для меня и для моего окружения, таких же, как я, юных, молодых людей, это очень пришлось по душе, и мы очень хотели быть похожими и делать примерно то же самое, что делали эти ребята. Я хотел бы вспомнить вот про твое окружение и про твою компанию в это время. У тебя есть песня под названием «Меня зовут дельфин», хотя, по-моему, ты сам ее не очень хорошо помнишь, да? Так давно это было, но там есть хороший такой четверостиш, мне понравился фрагмент из нее. «Кожаные куртки, банданы и ремни, бейсболки на бок, в запилах штаны, они все вместе дерутся как один, но мне наплевать, меня зовут дельфин». Прекрасно. Это ты описывал свою тусовку или ты описывал тусовку вражескую? Скорее всего, свою. И такие атрибуты, как кожаные сапоги, те самые пресловутые казаки, которые можно было выменять у иностранцев за какой-то дребедень, те же самые джинсы, бейсболки, как обязательно атрибут человека современного. Опять же, цветные платки, банданы, которые использовались в разных случаях по-разному. Все это являлось какими-то атрибутами той группы лиц, с которой я дружил и общался. Вот уже в 90-х, это тот момент, когда я, помню, застал рэп-культуру, принадлежность к рэп-культуре, в принципе, был вызов и опасность такая. Можно было крепко получить просто то, как ты выглядел и относился к субкультуре. Вот в это время, когда это все только зарождалось в Москве, насколько было опасно быть человеком из хип-хоп-культуры? Получали ли вы от рокеров, я не знаю, от панков? Представал ли для вас какую-то опасность в городе? Было интересное время, и в моем случае мне было даже интересно своим внешним видом раздражать людей, которые, ну, грубо говоря, для меня не были в теме. И они вообще не понимали, почему я так одет, почему у меня такая странная прическа, и что вообще происходит, почему я слушаю такую музыку. И я думаю, что это вообще свойственно молодости быть не такими, как все, наглеть в хорошем смысле этого слова и сопротивляться тому, той действительности, которая тебя окружает. Тем более в то время, когда действительность была такая с приглушенной цветовой гаммой. Хотелось чего-то яркого, необычного, поэтому мы выглядели странно в глазах окружающих. Но нам нравилось. Не могу не спросить тебя о возникновении твоего псевдонима. Есть две легенды на этот счет, что я слышал. Первая – это то, что, собственно, ты получил это прозвище «Дельфин» в тусовке за плавность движений, за крутость танца. Вторая легенда – что ты получил это прозвище после того, как попал в милицию, и там тебе милиционер что-то назвал «Дельфином», и так тебе приклеилось этот никнейм? Я думаю, что обе эти версии имеют право на существование. Хорошо. Не развенчиваем мифы, только создаем их сегодня. В какой момент ты, человек из вот этой тусовки интересной, с успешной, можно сказать, карьерой, победитель чемпионатов международных, вдруг решил, что тебе нужна своя группа? Что тебя подтолкнуло к этому? Я думаю, что это было логичным продолжением развития и погружением в ту культуру, которую мы проповедовали, которая к нам пришла. И в нашей среде очень многие об этом задумывались, и очень много первых рэп-коллективов и хип-хот-диджеев вышло как раз из среды брейк-танцоров. И были совершенно разные проекты, совершенно разной направленностью, и по количеству участников, и по тому, как они читали. И совершенно был другой подход к речитативу тогда. Были очень сложные проекты, которые люди делили слова на слоги, и из них делали очень странные конструкции. Я даже не могу это сейчас воспроизвести, но подходили с научной точки зрения. Но, тем не менее, до нас дошло не так много свидетельств. И твоя группа «Дубовый Гай», которую ты основал вместе со своими друзьями, одна из немногих. Я предлагаю послушать, собственно, поскольку у нас сегодня еще не просто разговор, разговор с музыкой, послушать один из первых треков «Дубового Гая», и как мы это сделаем. Мой черный город Спит тревожным сном Спят черные дома В городе моем Спит черный асфальт, Но яркий луч фонаря Не спит, Не сплю я И я взрываю На этом месте мы остановимся, потому что дальше прозвучит что-то, что может не понравиться людям консервативных взглядов. Но самое интересное будет дальше, конечно, в этой песне. Этот трек, правда, первый трек, который ты сделал с «Дубовым Гаем»? Здесь очень простая конструкция. Я далеко не музыкант, и, может быть, только в последнее время примерно понимаю, как устроена музыка. В то время, когда я придумал этот трек, это была моя первая попытка еще до создания коллектива «Дубовый Гай», до каких-то историй, до «Мальчишника», до всего на свете. У меня случайно почему-то, не помню пока как, но дома оказалась драм-машина «Лель» российского производства, советского, и чья-то бас-гитара. И поскольку я играть не мог, я мог только зажимать второй лад и отпускать его, и дергать ее под драм-машину. Так, собственно, и получилась эта песня. А потом, в будущем, когда уже сложился проект, люди, с которыми я записывал все остальные треки, ребятам понравилась просто эта песня, в ней было что-то такое наивное, одновременно и пугающее. И ее решили просто переиграть уже в более серьезном ключе. Записали. Но, тем не менее, ты стоял в истоке, так сказать, коллектива. То есть, первая песня — это твоя песня. Это песня моя, да. Но вообще сам проект «Дубовый гай», в основу его лежит творчество группы Ален Подхольман. Была такая группа московская, альтернативная. Они в основном пели на английском языке. Но познакомившись с ними и погрузившись в то, что они делают, мы решили сделать как раз проект «Дубовый гай», где использовался бы русский язык, причем использовался как речитатив, а музыка бы оставалась как раз гитарной, нойзовой и такой немного экспериментальной. То есть вот эти гитарные, нойзовые, альтроковые влияния шли от Ален Подхолман или ты тоже слушал такую музыку в тот момент? Я очень люблю такую музыку и любил, и люблю, и постоянно к ней возвращаюсь. И это та музыка, которая очень сильно на меня повлияла и продолжает влиять до сегодняшнего дня. Таким образом, «Дубовый гай» стали пионерами рэп-кора в России. Но у нас, в нашей стране, по-моему, никто такое не делал. Ну, давайте скажем, что так. Но мне хочется верить, что были еще какие-то люди в это время, которые экспериментировали по подобному ключе. Ну, да, будем верить в это. Хорошо. «Дубовый гай» при этом, хоть играла такую музыку на стыке жанров, при этом вписалась в рэп-культуру, в хип-хоп-культуру, только начинающуюся в нашей стране. Вы принимали участие в первом хип-хоп-рэп-фестивале в Ленинграде тогда. Он еще Ленинград, по-моему, назывался в Ленинградском дворце молодежи. Он назывался «Рэп-пик» в 91-м году, кажется. Правильно? Ты что-то помнишь об этом мероприятии? Ну, очень слабо. Очень слабо помню. А тем не менее, действительно, мероприятие легендарное, потому что там, ну, как бы, те люди, которые выступали на этом фестивале, они, вот они и были, собственно, той первой волной русского рэпа, русского хип-хопа, который сейчас помнят только старожилы, да, и историки. В частности, первое место на этом фестивале раздавали конкурсы. Первое место на нем получила группа Bad Balance, да, там были люди, собственно, которые потом сделали, ну, Мистера Малова, там, Игорь Селиверст, ну, все, кто так или иначе пытались как-то с хип-хопом взаимодействовать. В первом, даже Лика там, по-моему, выступала, которая тоже читала, у нее был речитатив, Лика МС. Но, как я понимаю, Дубовой Гаи выступали настолько бескомпромиссно, что не могли получить первую премию и вторую. Я очень плохо помню, что там происходило. Потому что есть апокриф о том, как вы выступали уже в Москве на фестивале в Зеленом театре. Найк Борзов его рассказывал, что ваше выступление как бы состояло в том, что организаторы предупреждали вас, чтобы только никакой нецензурной лексики в микрофон. И первое, что вы сделали буквально, это под машину гитарный нойс, это как бы стали читать какую-то песню и грубо оттолкнули организаторов. Ганс, по-моему. Дело дошло даже до рукоприкладства. Возможно, чтобы все так и было. Интересно, что параллельно вот с этим, с этой деятельностью, совершенно андеграундной, все-таки дубовый гай нельзя было назвать. Ну, то есть это была группа, широко известная в узких кругах, да? То есть ее знали, уважали и ценили, но все-таки большой популярности у вас не было или была? Сложно сказать, потому что поскольку деньги зарабатывали с группой «Мальчишник», а тратили их на проект «Дубовый гай». И был такой момент, раньше же все выпускали на кассетах, и когда записали новую пластинку «Мальчишника», с одной стороны записали «Мальчишник», а с другой стороны записали «Дубовый гай». И поскольку кассеты купила почти вся страна, автоматически «Дубовый гай» узнали очень много людей. Ну, другой момент, кому-то понравилось, кому-то нет, но то, что это было знакомо большому количеству людей, это точно. Это замечательный способ раскрутки. И вот мы подошли сами к важной теме нашего разговора. Группа «Мальчишник» — это действительно один из первых коллективов, хип-хоп коллективов, который получил широкую популярность, массовую. Давайте все-таки поставим. Я знаю, что Андрей не хотел бы этого, но мы чуть-чуть буквально послушаем трат «Мальчишника». И вот эта пластинка, собственно, с которой мы слушаем трат. Мы познакомились с Чексой, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше все, она была просто блеск. Меня возбуждало ее без катера трес. С нее, который я срывал, околяя ей грудь, она была великолепна, но не в этом суть. Ее сумел, как оказалось, не только я, ее имели все, все мои друзья. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс. Ну, вы все знаете этот незабвенный хит. Сейчас его открыла для себя международная аудитория. Наконец-то. Наконец-то. Ну, кстати, мы сейчас поговорим о теме, но вообще-то, в первую очередь, мне кажется, это очень классная музыка. Я стал гуглить, интересоваться, да, вот этот сэмпл, который вы использовали из группы Mahawk, я удивился, его еще огромное количество хип-хоп коллективов используют. До сих пор. Фрэнк Оушен и Ники Минаж использовали вот уже буквально там пару лет назад. А вы были первыми, ну, одним из первых. Да, то есть, конечно, самым первым был, наверное, все-таки Эрик Би, но группа Оникс была после вас. И поэтому группа Мальчишник, возникшая, ты не любишь про это говорить, я расскажу, группа Мальчишник, возникшая, как, по сути, рекламный проект эротического журнала. Создававшегося совсем другой концепции. Предполагалось, что это будет такой сладкий бейс-бенд, в который ты не предполагался как участник, ты попал туда случайно, можно сказать, сначала оказавшись как танцор, поскольку ты как раз умел танцевать в модные новые стили. А потом тебя стали использовать, тебя купили несколько текстов за 10 долларов. Ну, что-то такое. Как гласит легенда. А потом ты влился в коллектив и, собственно, с твоим приходом коллектив поменял свое направление, да, и вот занялся такой бодрой хип-хоп-пропагандой сексуальной культуры, сексуальной революции, скажем так. Это была твоя идея или это как-то носилось в воздухе? Это носилось в воздухе, но это соответствовало нашему какому-то мировоззрению на тот момент. Благодаря этому коллективу я прекрасно провел свою юность и было очень весело. Посетил много городов, заработал какое-то количество денег для записи. Главное, хорошо провел время. Хорошо провел время. Мы не будем уточнять, как вы проводили время, можно послушать песни, наверное, все из них становится понятно. Мне интересует вот что. это был 91-й год. Тоже есть такая легенда популярная, что вы записывали этот альбом как раз в пик разгара августовских событий, когда входили в Москву танки. И я понимаю, почему это происходит. Очень красиво связать эту новую музыку, это реально очень новая музыка, которая появилась в нашей стране, с неким сменой общественной жизни, общественного строя. На самом деле это все было, конечно же, не так. это было не в августе 91-го. Но тем не менее легенда красивая. И насколько общество было готово открыто к тому, что вы тогда исполняли? Чувствовали ли вы давление какое-то со стороны? Были какие-то проявления цензуры? Не знаю, возможно, поскольку нас может быть это не касалось, мы просто повторюсь опять же хорошо проводили время, дурачились и делали всевозможные забавные вещи. Возможно, то, о чем ты говоришь, волновало и задевало людей, которые занимались нашим менеджментом, которые имели отношения с выпускающими компаниями, с телевизионными компаниями. Возможно, что-то такое они каким-то образом решали эти вопросы, но их всегда удавалось решить, и нас показывали активно по телевизору, может быть, не так много, но там нескольких показов в то время уже было достаточно для того, чтобы выстроился хороший концертный график. да, я, собственно, тот человек, который смотрел, я помню эти выпуски и передачи 50 на 50, и хотя легенды гласят, что вы были в каких-то черных списках, но поначалу, потом уже вроде бы это как-то обстоятельства, эти препоны удалось решить. Вот, мне кажется, коллектив «Мальчишник» это единственный коллектив, где у тебя был продюсер, потому что дальше ты вел и до этого, и после этого твоя карьера совершенно не ассоциируется со словом продюсер. Вот в «Мальчишнике» какие у вас были отношения с продюсером Адамовым? У вас были контракты, какие-то договоренности? Как это вообще все выглядело? Это же ведь заря вообще становления шоу-бизнеса в России, да, уже в России, постсоветский Союз. Не могу скажу про себя, у меня не было никаких письменных обязательств, и продюсирование в тот момент заключалось в том, что на проект нужны были постоянно, проекту нужно было постоянно финансирование, там, съемки клипов, там, каких-то историй, запись пластинки, потому что если сейчас можно сделать все дома, тогда только на студии это можно было сделать, а там и хочется на хорошей студии было это делать, это стоило определенных денег. А вот ты помнишь, сколько стоило трек записать в 90-м году? Примерно, блин. Я боюсь ошибиться, но из серии там 25 долларов в час как-то такая была. Это просто записать. Это еще в те времена, да. Ну, ты находишься на студии, каждый час у тебя 25 долларов. И там один трек там записывался там за полторы-две смены. Это четыре часа? Нет, это восемь часов. Восемь часов. То есть получается на один трек грубо 300 долларов. Так, грубо, да. И мы не помним, какие цены были в 91-м году, но, конечно же, было бы разумнее эти деньги вложить в московскую недвижимость, как мы понимаем. Да, это точно. Но вы, тем не менее, тратили эти заработанные деньги на музыку. Хорошо, вот на дворе лихие 90-е, так у нас в стране обычно говорят про 90-е. вы самый популярный мальчишник, один из самых популярных коллективов в стране, ездите, да, у вас огромный гастрольный чос, вы побывали, наверное, в самых разных городах, сталкивались ли вы, ты помнишь, 90-е, как время опасности, криминала и так далее? Разные были ситуации в разных городах и неприятные, но в основном не могу сказать, что мы путешествовали в каком-то страхе. Да, были какие-то там проблемные истории, но ничего такого, чего нельзя было бы разрешить. Ничего серьезного, но тем не менее, мальчишник закончился в том числе и потому, что продюсер Адамов уехал, я так понимаю, в Америку, как раз из-за того, что жизнь в 93-м году в Москве ему показалась не очень комфортной, выбрала Калифорнию. Возможно, и я думаю, что это был правильный поступок, потому что проект не мог больше существовать в таком виде, в котором он существовал, и все уже мы уже повзрослели, выросли, всем хотелось чего-то другого, и так или иначе все занялись какими-то сольными работами. И когда мы начали записывать новую пластинку, очередную, то всем стало понятно, что я уже просто записываю свой сольник. И вот из этих записей получилось как раз не в фокусе. Это альбом не в фокусе, сольный альбом, первый сольный альбом дельфина. И что мне нравится, вот здесь такой хитрый маркетинговый прием на обложке написано «Мальчишник closed, дельфин не в фокусе». То есть, с одной стороны, вы сообщили аудитории группы, что проект «Мальчишник» уже больше не работает, не существует. С другой стороны, вы представили новый проект. Мы сейчас совершим невозможное. Мы запустим не mp3-файл, а настоящий компакт-диск. Надеюсь, у нас получится. И послушаем первый трек с дебютного альбома «Адик». 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 Я тот, к кому ты заходишь часто. Я тот, чей телефон ты знаешь. Я тот, кто не ждет напрасно. Если ты вдруг опоздаешь, ты от меня зависишь полностью. У меня есть то, что тебе надо. И ты мне деньги отдашь с готовности и будешь смотреть на меня, как на гадах. Ну, я просто боюсь, что опять же произвучит что-нибудь такое, что по нынешним временам мы не можем ставить в эфир. Скажи, пожалуйста, вот эта резкая смена для аудитории вроде бы в теме, от такого гедонизма и радости жизни к ее гораздо более мрачным сторонам. Как восприняла аудитория, которая у тебя большая была аудитория тогда? Ты почувствовал, может быть, какой-то откат? Я думаю, что аудитория же тоже взрослела. И когда они были детьми, они слушали «Мальчишника», они повзрослели, и им потребовалось что-то более соответствующее их миру понимания. И, возможно, так получилось, что то, о чем я начал рассказывать в своих текстах, было актуально для тех людей, которым нравилось то, что я делаю. А ты помнишь, например, откуда взяты сэмплы для песни «Дилер», которые мы сейчас послушали? Очень много разных источников и очень много какой-то там звук барабана из одной группы, звук там какой-то клавишный из другой. И из таких кусочков собирались такие мозаики, чем, в общем-то, я и по сей день не брезгую и какие-то интересные моменты захватываю, использую в том, что я делаю. Это такая приятная для меня музыкальная техника создания чего-то нового. Еще такой момент, когда все это создавалось, я, конечно, не был сильно продвинут именно в музыкальном пламя, и техника сэмплирования была наиболее удачной и удобной для самовыражения на тот момент. Но вот эти все сэмплы надо было собирать, куда-то записывать, где-то хранить. Это сейчас все хранится в компьютере, в телефоне. Да, у меня был такой формат мини-диск назывался, и дат-кассеты. Это такие кассеты с пленкой, но которые записывали на цифры, ну, запись была цифровая. И вот с такими приборами я напрашивался в гости к своим знакомым, друзьям, которые увлекались музыкой, у которых были обширные коллекции CD-дисков, и если они мне позволяли, то я там мог несколько часов прослушивать этих диски и выписывать себе на эти носители нужные для меня фрагменты, с которыми я потом работал. И, соответственно, вот примерно в какой-то момент вот эта коллекция накопленных тобой аудиобиблиотека, она сколько занимала, мне просто даже интересно. Ну, не знаю, там, мне кажется, что около там 80 часов чистого аудио. Просто ориентироваться в этом, потом отыскивать себе необходимый нужный сэмпл, это тоже огромная титаническая работа, которая непонятно, как можно производить. То есть можно ли сказать, что альбом не в фокусе был успешным? Сравните успех с успехом Мальчишника. Да, он был успешным, но и мне не хотелось такого успеха, который располагал предыдущий коллектив. это было не нужно. Наоборот, было здорово немножко уйти в тень, стать более, чуть более закрытым, начать говорить о каких-то других вещах, которые волновали на тот момент. И мне нужна была не аудитория не в ее количестве, а в ее качестве, в тех людях, которые действительно понимали, о чем я говорю. То есть, в принципе, мы понимаем, что вы могли бы продолжать ездить на теме Мальчишника дальше. И такие попытки были, да, уже Мальчишник попытался собраться в 2000, кажется, году, или 2001. И тебе, кстати, предлагали reunion? или? Да, они не сошлись в цене. Хорошо. Тем не менее, если альбом не в фокусе, мне кажется, как бы, опять же, он поднял твои акции, да, среди тех людей, которые ассоциировались отток с Мальчишником, да, все заметили такого самостоятельного, интересного артиста, то вот следующий альбом «Глубина резкости», который был записан в 98-м году, мне кажется, сделал тебя, опять-таки, большой звездой на территории всей нашей страны, при том, что ты, опять-таки, к этому не очень стремился. Ты не стремился к этому? Или была задача записать хитовую пластинку с «Глубиной резкости»? Задачи такой не стояло, просто очень хотелось, как и хочется до сих пор, самореализоваться. Тогда были такие методы, и я очень рад, что то, что я сделал, понравилось еще какому-то количеству людей. Но если бы это не понравилось, я бы все равно сделал бы то же самое. Давайте послушаем трек с «Глубиной резкости». Да. Субтитры сделал DimaTorzok Мир умирает, люди похожи на тлюв, пыль на телеэкране важнее того, что я смотрю. Любовь про киши щи, мечта помойная ветрой, ожидание чуда тянет камнем на дно. Здесь в общем нечего делать, кроме того, чтобы жрать. Здесь страшно быть юбитом, но страшнее вливать. И очень хочется руки на себя наложить. Но я буду жить. Этот трек мы могли бы сыграть полностью. В нем ничего нет такого, что могло бы смутить. На альбоме «Глубина резкости» ты обратился из вроде чем мрачного настроения к теме веры, надежды и любви. Скорее всего, это связано с тем, что в твоей жизни произошли изменения большие. У тебя родилась дочь. Или этот альбом не связан с рождением Евы? Нет, не связан. Тем не менее, этот альбом записывался в 1998 году. Я напомню, что наша страна и люди, которые жили в ней, в этот момент тоже прошли через очень тяжелое потрясение. Собственно, финансово-экономический кризис, Черный Август, это все. И, как я понимаю, и выход альбома тоже попал. вот в эту полосу. Он, наверное, должен был выйти раньше, в 1998, поэтому он вышел только в 1999. Я, к сожалению, уже не помню достоверно тех событий, которые происходили, и как это сказывалось на выходе материала. Но, по-моему, все было по графику. У меня не осталось ощущения, что мы что-то откладывали. как ты вообще себя чувствовал во времена экономического кризиса в статусе музыканта? Ты был уверен в своем завтрашнем? Не очень, но, если честно, я как-то реально жил одним днем и не задумывался о том, что будет завтра. Может быть, к сожалению, но, может быть, и к счастью. Поэтому меня как-то... я принимал все так, как оно и есть. Да, я заходил в магазин и не видел там вообще ничего. Но я не расстраивался по этому поводу. Главное, что в тот момент у меня появилась уже какая-то своя студия, так называемая, так сложно было ее назвать, но хотя бы то место, куда я мог приходить и продолжать делать то, что я хочу. Появились люди, которые помогали мне в этом. и в плане собственного развития у меня все было хорошо. Да, были не очень хорошие времена, но как-то и друзья помогали. Но было... Я не помню, что мы как-то грустили. Было все равно всегда было весело и как-то... Было много очень интересных движений. Альбом «Глубина резкости» это тот еще альбом, на котором ты уходишь от техники сэмплинга. Там есть композиция, которая полностью сделана из того музыкального материала, полностью сочиненного, как тракана, например, и появляется трек, на котором ты начинаешь пытаешься петь. С чем это связано было? Во-первых, это связано с тем, что вокруг меня появлялись люди, которые... Появлялись те люди, которые играли ту музыку, которая мне нравилась и обладали техникой игры, которую в этот момент была мне необходима. То есть, поскольку я сам не владел тогда никакими инструментами, они могли воспроизводить мои... Могли воспроизводить те задачи, которые я перед ними вставил. Это было очень здорово. И, соответственно, они расширяли мои возможности, и можно было делать совершенно новые треки, и можно было даже себе позволить попробовать попеть. Хотя, конечно, может быть, надо было еще подождать немножко. Я слышал легенду, что ты поешь на одной из композиций «Глубины резкости», потому что рекорд-компания не верила в успех этого альбома, и они сказали, что нужна какая-то традиционная песня, и вы поэтому сделали вот так в последний момент сделали трек-со-халл. Нет, не совсем такая история. Эта история, по-моему, связана с треком «Дверь», который назывался. Там просто есть две версии. Нужна была оригинальная версия, она более такая шумная, с какой-то гитарой перегруженной. Нас просто попросили сделать радио-эдит, и мы просто сделали немножко более электронной, специально для радио. Ты работал тогда с рекорд-компанией, и, опять же, я читал историю создания альбома «Глубина резкости», и мне показалось, что все те ходы, которые тогда делала рекорд-компания, они как-то были мимо тебя, как артиста, не очень они подошли к тебе. Это так или нет? Сложно сейчас судить. Не было, в смысле, было очень, инструменты были, инструментов продвижения музыкального материала было очень мало, и они были там на пальцах одной руки. Это просто видеоклип, и твоя договоренность о том, что этот видеоклип снят не просто так, и деньги на него потрачены не зря, потому что его покажут по телевизору. Если у тебя не было таких договоренностей, и ты начинаешь снимать видеоклип, то непонятно, ты можешь потратить деньги зря. Поэтому все очень дружили с людьми, которые работают на телевидении, и так или иначе пытались туда попасть, потому что это был единственный источник, который мог доносить информацию новую до максимально большого количества людей. Как раз в 98-м году в России запустился канал MTV, главный музыкальный видеоклип-канал. Туда тоже все надо было заносить по договоренности и по дружбе. Когда появился MTV, и когда туда пришли люди молодые, активные, и начали продвигать совершенно новую, интересную как раз именно для молодежи музыку, это был, как говорят, банальную фразу, глоток свежего воздуха, реально. И все почему-то поверили, что все теперь поменяется, появилась куча коллективов совершенно разных, потому что одно дело, когда ты играешь в подвале своими друзьями, ну и как бы может быть, а тебе кто-то услышит. Но когда ты видишь, что твоих друзей из соседнего подвала уже показывают по MTV, ты делаешь все возможное для того, чтобы тоже там оказаться. причем невзирая на тот материал, который ты делаешь, не надо было делать каких-то специальных попсовых песен, приветствовались любые стили, направления, главное, чтобы это было новое, свежее и интересное. И вот эти там 4-5 лет прекрасного этого MTV, это было здорово, очень был большой подъем. Да, действительно, появление MTV, мне кажется, очень много дало российской сцене. Давайте послушаем трек один из хитов тогдашнего MTV 98-го года. Это больше, чем мое сердце, это страшнее прыжка с крыши, это громче вопли, бешеного, но гораздо тише, писка, завиды, выше. Это то, что в каждой всей жизни нищих находит, теряет, находит вновь. Это то, что в белой пакет с особенным оскалом последующий. Я говорю тебе про любовь. Вот этот сэмпл «Па-па-па-па», я опять же очень удивился, когда узнал, что это группа, как бы основная группа из Атланты. Но то, что Мерлин Мэнсон у тебя звучал, как бы, это я могу еще как-то понять, но вот мы басанова группа из Атланты, совершенно, мне кажется, малоизвестная, идеальное попадание в трек. Это очень круто. И канал MTV много дал тебе, наверное, как артисту, и в смысле популярности тоже. Это действительно было удачное совпадение, видимо. Затем в какой-то момент наступает двухтысячный, мир вокруг опять-таки поменялся, и ты становишься одним из лидеров такого движения, направления, как бы, альтернативный рок, альтернатива. Вообще появилось такое слово, как альтернатива. Сейчас, мне кажется, оно меньше звучит, или мне кажется. А вот в то время ты ощущал себя неким лидером направления музыкального в нашей стране? Нет, не ощущал. Но при этом, когда к тебе приходит мировой мейджор, Universal, да, и заключает с тобой контракт, это же о чем-то говорит, наверное, это признание тебя как одного из ведущих артистов в нашей стране. Или как ты к этому относился? Сложно сказать. Я думаю, что в первую очередь, наверное, это говорит о том, что, обращая внимание на этого артиста, лейбл точно знает, что может на нем заработать. Я думаю, что так. И опять же, как с историей с MTV, так и с Universal, пришедшим к нам в тот момент в страну, и команда, которая собралась на этом лейбле именно в тот момент, они тоже горели, и какая-то часть как раз ребят из MTV перешло на Universal и стали менеджерами там работать. И они искали таких артистов, которые были бы одновременно и коммерчески успешны, и интересны сами по себе, и делали что-то новое. И пользуясь случаем, хочу им сказать спасибо за то, что они поддерживали все мои какие-то там безумные истории, и очень помогли мне состояться как артисту. Вот это представление о том, что когда артист идет, сотрудничая с мейджор-лейблем, он продает свою душу, продает свою независимость и так далее. Ты хочешь сказать, что в твоей ситуации это было не так? Да, я думаю, что в основном это так оно и есть. Но это уникальный случай и уникальное время. и глава лейбла лейбла Universal Russia на тот момент был американец. Он очень хорошо говорил по-русски, и ему нравилось. Дэвид Джанк. Да, ему нравилось то, что происходит на стране, ему нравилось то, что делаю я, и те артисты, которых они тоже подписывали на Universal. Ему просто нравилось работать. И в первую очередь он получал от этого удовольствие. И поэтому и все как-то... Это не было какой-то механической работой. Это больше... Все как-то горели тем, что происходит. Все всегда что-то придумывали. Это вот была его идея позвать американскую певицу, вот эту Стеллу, с которой мы записали дуэт, и отправить нас потом в Берлин снимать видеоклип, то есть... Давайте, кстати, послушаем этот трек. Это действительно интересный пример того, что попытка, так сказать, запустить международную карьеру, можно это так сказать для артиста-дельфина? Ну, я сказал, что, наверное, не так, но просто за счет того, что, скорее, очень серьезно и сильно утвердится на местном рынке, используя стороннего исполнителя в лице Стеллы. и, сделав совместную работу с ней, убедить локального слушателя, что это очень круто. послом цветы, passivey выставка, чтобы здесь Субтитры создавал DimaTorzok Не держи меня, солнце, пальцами Отпусти за усталыми птицами Станут наши сердца скитальцами На подошвах песка крупицами Мы, к сожалению, уграничены во времени. Это трек «Глаза», да, такой трек сингловый, который предварял выход твоей полнометражной работы «Звезда» на Universal. И мне кажется, что все-таки Дэвид Джанк имел в виду возможность того, что этот трек прозвучит и в международном масштабе, потому что это как раз же год успеха «Тату», и, мне кажется, такого рода истории успеха были в голове у менеджеров. Но, с другой стороны, если бы они хотели твой международный успех, они бы тебя заставили петь по-английски. Точно. А не было таких попыток? Нет. Они просто видели твое лицо, наверное, сразу на пороге. Скажи, пожалуйста, это вообще чуть ли не единственный трек, по-программе, если я ошибаюсь, коллаборация, дуэт. В твоей истории почему артист «Дельфин» не записывается с другими артистами? Я думаю, что все еще впереди, и будет какое-то интересное предложение, и я встречу музыканта, с которым очень захочу это сделать. Пока ты его еще не встретил, а какие-то новые артисты, которые работают сейчас, современные, если кто-то тебя интересует, и потенциально, может быть, тебе было бы интересно такая коллаборация? Ну, есть люди, которые делают интересные вещи, с которыми, возможно, можно было бы теоретически что-то сделать, но я не могу сейчас озвучивать их имена, поскольку сам не уверен в том, что я буду говорить. Ушел от ответа изящно. Хорошо. Почему же так ты резко ушел из «Юниверсал», скажи? Если это была связь по дружбе. Закончился контракт, закончился период настроения какого-то творческого. Внутри компании происходили свои процессы, которые тоже влияли на это, менялись люди. И так потихоньку-потихоньку компания превратилась просто в продавца, грубо говоря, CD-пластинок. И уже стало мало заниматься какими-то подобными проектами. Но тому было очень много причин, сейчас сложно об этом говорить. Главное из них – это то, что тебе не хватило поддержки творческих идей. Нет. Настало просто время куда-то двигаться дальше. И я понимал, что если здесь оставаться, то условия пребывания здесь, они меняются сильно. И будет сложно воплощать в жизнь какие-то новые идеи именно в такой ситуации, которая складывается в компании. А сейчас бы ты мог бы… Твоя независимость, позиция независимого артиста – это принципиальный пункт. Ты мог бы пойти сотрудничать с мейджор-лейблом на каких-то условиях? Если бы у меня была идея, которая требовала каких-то глобальных вложений или просто участия в какой-то большой компании, то, возможно, я бы начал вести переговоры, и мы бы попробовали договориться, но пока такой помощи не требуется. Я хотел бы поговорить о том, что… Мы много говорили про историю, о том, что происходит сейчас. В последнее время «Дельфин» опять совершил неожиданный поворот. Вдруг ты обратился к электронной музыке. Не то чтобы ты был ей совсем чужд, да? У тебя был проект с группой «Спирали», насколько я помню. Сейчас вот проект «Механический пёс», который появился, и он, мне кажется, таким возвращением к твоим корням брейкдансовым, даже как ни странно. Вот музыка «Электро», которая, мне кажется, очень вдохновила появление этой пластинки, этого проекта. Она имеет связь. Я прав или я ошибаюсь? Почему возник «Механический пёс»? Мне всегда… То есть музыка «Электро», которая сопутствовала первому приходу хип-хопа в страну и вообще была неотъемлемой частью… В общем, начало хип-хоп-культуры из «Электро» родилось потом очень много стилей. Она очень крепкая и навсегда засела у меня в голове. И практически до сих пор всё, что я делаю, так или иначе, оно замешано на этой истории. Даже если, на первый взгляд, это какая-то рок-композиция, всё равно внутри у неё точно сидит этот стержень. И за последние пять лет я достаточно глубоко освоил какие-то компьютерные истории, пересел на совершенно другие инструменты. И записывая собственные пластинки, я подумал о том, что, может быть, попробовать сделать что-то вот именно в том ключе, именно вернуться, так сказать, к корням, но в каком-то современном ключе, с использованием современных звуков и в современной подаче. И вот так вот родилась эта первая пластинка, и потом вышла вторая. Скоро у нас выйдет буквально на днях ещё небольшой EP, тоже проект «Механический пёс». И когда ты перемещаешься из одного стиля в другой, и это заставляет тебя немножко по-другому смотреть на музыку и применять совершенно другие приёмы, которые, казалось бы, неприемлемы в том, что ты делаешь обычно. И находя это новое там и применяя, потом что-то заимствуется и переносится в совершенно другие проекты, где это завуалированно используется и приносит нужные оттенки, делая то, что ты делаешь, максимально непохожим на то, что делают другие. То есть этот проект – это своеобразная творческая лаборатория? Можно и так сказать, но мне бы хотелось в будущем, если я буду продолжать делать этот проект, сделать его чуть более экспериментальным, на мой взгляд. Но при этом не упустив момента танцевальности. Всё-таки хочется, когда люди приходят на танцпол и слушают то, что ты сделал, хочется, чтобы они не стояли, а двигались. Этот проект, в частности, вы представляли в Москве в клубе «Мутабор», в таком довольно знаковом месте для поклонников электронной танцевальной музыки, и целым таким фестивалем, где участвовали разные артисты, в частности, Кедр Ливанский, Яна Кедрина, которая является куратором серии, этой серии «Болли Рум и Валентайн Стриум Музик Студиос». Общение с молодыми музыкантами даёт тебе что-то, как артисту? Даёт, да. И опыт такого общения нужен, необходимый, поскольку я позволил себе, грубо говоря, зайти на чужую территорию музыкальную, и, как оказалось, впоследствии, когда я начал делать выводы по записанному материалу, что я очень многое сделал неправильно, и, грубо говоря, записал электронную пластинку, пользуюсь лекалами песенными, то есть, как я обычно это делаю. А, как оказалось, это не совсем так. Но, может быть, в этом и есть своеобразие этого материала, что он выстроен по другим лекалам, но является электронной пластинкой. И хотелось бы и у молодых людей, молодых музыкантов, которые играют подобную музыку, вообще абсолютно любых жанров, просто электронную хорошую музыку. И у тех людей, которые уже состоялись в этих стилях, конечно, хотелось бы поучиться. И я ищу таких контактов. И когда это удается, я очень этому рад. Возвращаясь к тому, с чем вы начали, ты следишь за тем, что происходит в русском рэпе, в хип-хопе? Видишь ли ты какие-то изменения в нем по сравнению с тем, когда ты начинал? То есть тогда мы понимаем, это была субкультура очень мужская, даже агрессивно мужская. Тексты некоторые, тексты мальчишника тому примером. Ты видишь изменения с русским рэпом сейчас? Я не слежу за тем, что происходит с русским рэпом. Я просто не могу его слушать, очень быстро устаю. Но я уверен, что изменения есть. И те, кто их отслеживает, наверняка бы назвали кучу изменений. Надеюсь, что среди них есть больше хороших изменений. И уверен, что талантливых людей у нас очень много. Но я, к сожалению, не в материале. А твои дети, твой младший, твой сын Мирон, собственно, ты вот как отец теперь скажи. Потому что современный хип-хоп, и мы сейчас видим, очень часто критикуют и даже преследуют примерно за то же, за что когда-то можно было покритиковать группу мальчишник, и вам доставалось. Как отец маленького сына ты считаешь, что нужно ограждать детей от музыки? Что нужно сделать для того, чтобы они слушали что-то правильное? Я думаю, что в первую очередь надо быть примером. Если у вас в доме играет хорошая музыка, и когда вы едете в машине, у вас не играет там определенный набор радиостанций, а вы включаете то, что нравится вам, и дети волей-неволей слушают, у них откладываются в хорошем смысле стереотипы. Не надо им говорить, и тыкай техносу, вот слушай это, это классно, а вот это то, что слушаешь, это ерунда. Просто со временем все оседает на подкорке, и человек будет просто принципиально разбираться, что есть хорошо, а что есть плохо, и без всякого насилия. От этого никуда не денешься. У нас информация в открытом доступе, дети слушают ужасные вещи, но пример родителей, он самое важное в формировании вкуса в любом. То есть не надо перекладывать ответственность воспитания детей на артистов, родители возьмите ответственность на нее сами. Я думаю, что все только идет из семьи. У нас, к сожалению, ограниченный хронометраж, мы должны закончить наш разговор. В принципе, я думаю, что мы, конечно, коротко, потому что у меня больше вопросов есть было, чтобы спросить, но мы остановились на основных вехах развития и твоей карьеры, Андрей, и советского, постсоветского шоу-бизнеса. Хочу напомнить, что это проект Boiler Room и Ballantines True Music Studios, который посвящен актуальной современной российской сцене, электронной, и в частности, в рамках этого проекта в последующие 10 дней прозвучат вот те самые электронные проекты, которые являются, можно сказать, на взгляд куратора этой программы Яны Кедриной и Кедра Ливанского, с которой я, кстати, вполне согласен, тем свежим, интересным и привлекательным, что есть в российской электронной музыке. Ну и концерт Дельфина, конечно, тоже состоится. У вас будет полноценный сольник, как я понимаю. Не твой проект «Механический пёс»? Нет, это будет группа живых музыкантов с использованием электронных инструментов, живых барабанов, гитар, всего такого. И все хиты прозвучат? Ну, не то, чтобы хиты, но те треки, которые мы считаем нужными, сыграть именно здесь и для этой аудитории. спасибо. Это Дельфин Андрей Лысиков. Я прошу вас поприветствовать еще раз. А закончим мы, наверное, блогично проектом «Механический пёс». Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это могло случиться? Как это могло случиться? Ее уже нет. Как это могло случиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА